В Екатеринбурге вечером уже в потьмах на улице Футчика, что на ботанике прямо на проезжей части, было замечено такое диковинное для наших сухопутных широт явление природы, как парасейлинг. И это было что-то из цикла «Тоска по морю». Обычно эту умеренно экстремальную развлекуху можно наблюдать на жарких курортах, на морской акватории, где клиент, прикрепленный веревкой к катеру, взмывает в небо под парашютом и парит какое-то время. Ну, пока катер не встанет. В принципе, теоретически, разгоняющий парасейлера силой может быть не катер, а, допустим, квадроцикл, снегокат, автомобиль. Но, сами понимаете, на суше такое парение гораздо опаснее, чем на водах. Но, тем не менее, нашлись у нас в горах смельчаки, умельцы, сконструировали парашют, сшили, хотя, может, и готовы купили. И поначалу показалось, что купол раскрашен в цвета анти-решен, то есть фашистскую жовто-блокитность. Ну, и возникло подозрение, а не политическое ли это действо? А не желают ли парасейлеры сделать какую-нибудь заяву, например, типа, что-нибудь против нашей специальной военной операции? Но вопрос, почему ночью? Впрочем, эти все нехорошие вопросики быстро отпали, ибо выяснилось, что во всем виновата желтоватое освещение на фучка, где даже снег желтый. Ну, кстати, может быть и нет фонарей. При определенном ракурсе стало понятно, что купол парашюта бело-голубой. То есть парни либо динамовцы, либо болеют за Аргентину. А это тоже хорошо, ибо Аргентина чемпион. И ей эти нагло-саксонские гады еще за Фольклендой ответят. Но вернемся к парасейлингу посреди проезжей части. Хорошо, хоть он обошелся без замеса. Клиент с парашютом зацепился, заболит веревкой и полетел. Кто это были такие, пока неизвестно. Но, возможно, это в ночи кайфовали какие-то блогеры. И они, наверное, все это снимали. И обязательно выложат картинку в интерсеть с пояснениями. Ну, а мы вам показали то, что сняли сбоку случайные очевидцы. Спасибо им за это. Ну, а парасейлеру и его сподвижникам спасибо за то, что, несмотря на общую мировую встревоженность, они не дают умереть экстриму в наших горах. Только развлекаться так надо не на проезжей части, а в более глухих местах. Ну, а зрителей просим такие трюки не повторять. Ибо опасно для жизни. О, полетел. Красавчики! Полетел. Тем не на проезжейSA Verse 5 и его отпиток выше. Продолжение следует... По военносп мясор Management.